Обязательно, друзья, поделитесь в своих соц. сетях данным видеороликом. Давайте вместе образовывать это несчастное современное фитнес-сообщество. Этих выкидышей тренеров, которые не то что не знают, что такое экстензия, а что такое гиперэкстензия. Которые даже не знают, что существует такой станок. Путают его с римским стулом или другими тренажерами. Я рад, что мои подписчики столь грамотные, образованные и адекватные люди. Привет, друзья! Просто случайный зритель. Многие наверняка уже спят из вас. Я был свидетелем исторического чуда. Вы, наверное, тоже. Сначала, когда немцы обыграли шведов на Олимпийских играх в хоккей. А тут свершилась просто сенсация. Я думаю, что канадцев, наверное, ждет дома Сипуку. Канадцы проиграли немцам. Кто из вас, друзья, мог такое себе просто представить? Вот, что значит воля к победе. Вот, что значит не быть подавленными авторитетами. И что значит биться, не сдаваться. Но сегодня речь не об этом. Сегодня я с вами в очередной раз хочу поговорить о экстензиях и гиперэкстензиях. Многие люди, не понимая сути вопроса, задаются вопросом сами. Задают его мне. Какая разница, как называть упражнение? Главное, правильно его выполнять. Действительно, самое главное, это правильное выполнение упражнения. Но, если мы не будем понимать, если у нас не будет общего понятийного аппарата, как мы с вами будем понимать, о каком упражнении мы разговариваем. Ведь я всегда советую делать экстензии в начале тренинга, а гиперэкстензии в конце тренинга. Так вот, вы же не называете приседания подтягиваниями, отжимания от брусьев, жимом ногами. Правильно? И это делается не просто так. Если между нами не будет одного понятийного аппарата, то мы с вами будем не общаться, а просто заниматься хернёй. Я не раз уже показывал, люди начинают мне что-то там переводить, слово экстенджен, гипер, как будто я не знаю сам значение и перевод данного слова с английского на русский. Не надо заниматься хернёй, ребят. Зайдите в любой англоязычный грамотный ресурс. В очередной раз для дураков полных, кретинов, показываю, как называется упражнение, когда закреплены ноги, а двигается корпус. Возьмём родоначальников бодибилдинга англоязычные издания. Бэк экстенджен. Все прекрасно видят. Разгибание спины. И упражнение, и станок так называется. Но, если кто-то скажет, что американцы тупые, найдутся и такие. Берём. Опаньки. Оба-на. Да это же француз. Как так быть? Думайте, друзья, всегда головой. Если один дебил сказал, что, как было раньше, солнце крутится вокруг земли, это не значит ещё, что это правда. Открываем другой учебник англоязычный, где экстензии преподносятся на мече. И как же это называется? Ball back extension. Понимаете, друзья? Когда ноги закреплены, а двигается корпус, это экстензии, а не гиперэкстензии. И откроем ещё современное, последнее издание по силовому тренингу от лучших специалистов. И перечень упражнений поищем. Опаньки. Видим, да? Ноги закреплены, а тело двигается. Друзья, читаем. Back extension. Возьмите любую книгу по бодибилдингу на английском языке или другом европейском языке. Откройте раздел спины и посмотрите, как называется упражнение, которое в России все называют гиперэкстензией. Посмотрите, как правильно, как грамотно называется это упражнение. Когда ноги закреплены, а двигается корпус. Называется это экстензиями спины. И их нужно делать в начале тренинга. А вот гиперэкстензии, друзья, это когда закреплен корпус, а двигаются ноги. Это самый важный, самый полезный из когда-либо придуманных тренажеров. Потому что он не только снимает декомпрессию с позвоночника, он заставляет работать мышцы, которые по-другому не работают. Он заставляет двигаться позвонки. Он укрепляет саму основу скелетной мускулатуры позвоночника. А помните, я делал для вас статью и видео ролик о фазических и тонических мышцах. Так это как раз вот об этом речь. Есть мышцы, которые помогают и необходимы нам в движении, и есть мышцы, которые необходимы для стабилизации внутренних органов, скелета. Все это очень важно понимать. И если мы с вами будем называть разные упражнения по-разному, мы просто не будем понимать, кто о чем говорит. Именно поэтому я всегда говорю, как правильно называются упражнения, чтобы вы понимали, какие рекомендации я даю. А вы знаете, это не просто рекомендации, потому что именно упражнения для позвоночника, для того, чтобы избавиться от болей, от проблем, вызванных межпозвоночными грыжами, протрузиями, защемлениями, спазмами. Это то, чем я действительно могу гордиться, потому что уже больше тысячи, а может быть и двух людей получили от этого пользу и продолжают мне присылать хвалебные комментарии. Люди возвращаются не только к жизни без болей, но и возвращаются даже к приседаниям и становым тягам. И только дурак считает, что приседания вредное упражнение. Поверьте, подъем штанги на бицепс вреднее упражнение, чем присед. В миллион раз. Я могу вам это доказать прямо сейчас очень просто. Потому что вредно не само упражнение, а вредны дебилы в любом движении, конкретно в нашем спорте, в бодибилдинге, или точнее говорить, в занятиях с отягощениями, в атлетизме, культуризме, как хотите, называйте. Если вы поднимете статистику, то вы увидите, что самое первое упражнение, которое вызывает проблемы с поясничным отделом позвоночника, это подъемы штанги на бицепс. Видите? Не вру, извините. Почему это происходит? Потому что большинство, практически все люди навешивают на штангу такой неподъемный вес и как глиста в скафандре дергаются туда-сюда. И статистика показывает, что именно подъем на бицепс вызывает больше всего боли, больше всего проблем, больше всего травм. Но естественно, что и больше всего людей, мы-то с вами понимаем, качают банки. Много ли вы знаете людей, которые качают ноги вообще, в принципе, а которые приседают? Так вот, друзья, если вы будете придерживаться советов, которые я вам даю, вы будете всегда уверены, что вы застрахованы от травм, и вы вернетесь к приседаниям, к жизни без болей, если будете придерживаться моих рекомендаций. На самом деле, мои рекомендации, это всего лишь квинтэссенция тех знаний, которые накоплены за последние 50-70 лет. Почему так происходит? Потому что я сам испытывал огромнейшие проблемы, как и большинство из вас. Ходил к докторам, которые мне запрещали делать вообще все, только нужно было лечь и умереть. Но ихнее лечение мне не помогало. Я делал абсолютно все доступные мне процедуры, уколы. Ничего мне не помогало. На протяжении трех лет становилось только хуже. Боль становилась такой, что я не мог уже даже спать, сидеть, лежать. Вообще ничего не мог. 7 таблеток обезболивающего не помогало мне. Приходилось вот так жить. Когда я понял, что нет никаких улучшений, а наоборот ситуация сильно ухудшилась, я естественно занялся сам изучением данного вопроса, стал глубоко вникать, разбираться, узнал о том, что позвонки, в отличие от всего другого организма, не подпитываются за счет прихода крови, из крови питательных веществ. Узнал, что это происходит в процессе диффузии. Узнал очень-очень много. И нашел на просторах интернета гимнастику от йогов, которая помогла мне очень сильно, которая помогла вам уже очень многим. Так вот, откуда взялся вообще тренажер гиперэкстензии? Давайте разбираться и уточним с вами понятие раз и навсегда. Экстензия – это когда ноги закреплены, а двигается корпус. Экстензия спины, понятно, да? Происходит сгибание, разгибание спины. Гиперэкстензия, будем называть, когда корпус закреплен и двигается нижняя часть тела, то есть ноги. Есть такой, один из лучших, а может быть и лучший пауэрлифтер всех времен и народов – Луи Симмонс, установивший множество рекордов, мотивирующий очень многих людей. Этот человек сломал пятый позвонок поясничный. А чтобы вы понимали, пятый позвонок – это как раз-таки то, где всегда происходят протрузии, грыжи в поясничном отделе. В общем, самый такой рабочий позвонок, на который приходятся все проблемы. То есть у человека не произошло выпячивание грыжи, протрузия, да, а у него сломался позвонок. Вы не представляете, насколько это вызывает сильнейшие боли? Вы не представляете, что только не говорили врачи Луи, что он никогда уже не встанет с инвалидного кресла, что он инвалид. Но, естественно, есть люди, которые ломают правила. Кстати, в следующем ролике я хочу записать об этом, о том, как ломать правила, добиваться успеха и что самое главное в жизни. Можете в комментариях, кстати, написать, что вы думаете по этому поводу. Луи был из тех людей, которые не ломаются, не сдаются. Он стал думать, изобретать, изучать, и изобрел станок гиперэкстензия. Гиперэкстензия. Как раз таки, когда корпус закреплен, а ноги двигаются. Было это в 1974-75 году. И запатентовал он этот станок три разновидности, по-моему, только в 90-м или даже в 95-м. Неважно, суть не в этом. Суть в том, что человек создал тренажер, аналогов которому нет, не будет никогда уже. Это самый лучший тренажер. И опять-таки, почему появился тренажер, друзья? Задумайтесь. Мы с вами всегда об этом говорим. Как реабилитация, как способ восстановления. И Луи стал на нем работать. Прошли боли. Стал человек ходить. Вернулся к приседаниям, к становым тягам. И, о чудо, друзья, человек устанавливал новые мировые рекорды. Так что, те, кто продолжает слушать докторов, что нельзя приседать, делать тяги, что ни в коем случае нельзя делать экстензии, а гиперэкстензии, что такое доктора, вообще не знают. Я вам скажу больше. Доктора не знают ни хрена. Если это не действующий доктор, наша медицина только-только становится быть, как это правильно называется, сейчас забыл. В общем, у нас всю жизнь была медицина теоретическая. Только сейчас она становится практической, которая должна быть. Убираются кучи ненужных лекарств. Так вот, медики знают только то, чему их учат в институте. В институте их учат, что метандросинлон это самый главный стероид вредный, что нельзя употреблять стероиды, что если человек получил травму, все, человек инвалид, он должен лечь и умереть. Ну, с одной стороны, можно понять медика такого, который никогда с этим не сталкивался, как можно давать советы в том, в чем ты не разбираешься, правильно? Ведь можно только навредить. А основная задача тренера и доктора, как я считаю, это не навредить. Естественно, они этого не понимают, они этого не знают. Но вы-то уже это знаете. Уже ни один человек получил огромнейшую пользу от этого станка. Вы должны понимать, что гиперэкстензия настолько уникальное упражнение, оно не только стабилизирует мышечный корсет нашего позвоночника, он не только снабжает кровью трубнодоступные мышцы вдоль позвоночника и при этом положительно воздействует на позвонки. Но еще это одно из лучших упражнений и для ягодичных мышц, и для бицепса бедра. Девочки, берите на заметку. Сколько раз в неделю нужно делать гиперэкстензию? Друзья, нужно делать гиперэкстензию после каждой тренировки. Причем одна должна быть легкая, то есть на 15-20 повторений без веса, а в другой раз вы должны делать тяжелую на 8-10 повторений с дополнительным весом. Если у вас нет станка, если у вас есть станок, но на который нельзя повесить вес, придумывайте. Очень много мне присылают кучу вариантов. Зажимайте гантель, привязывайте утяжелители, используйте резиновые амортизаторы. Когда нужно, поверьте, вы найдете как и что делать. И то же самое с экстензией. У меня есть 4 вида экстензии, есть видео обучающее об этом, и все их нужно делать по очереди. Экстензии делаем в начале тренинга, гиперэкстензии делаем в конце тренинга, каждый раз, чередуя разные виды упражнения, чередуя повторения. Благодаря этому вы сможете приседать, делать становые тяги, тренироваться с гарантией, что вы не травмируетесь. Естественно, если вы не сумасшедший, который не делает становую тягу в стиле срущей собаки, не делает подобные подъемы штанги на бицепс, о которых мы не раз уже с вами говорили, обсуждали, и естественно, не приседает и не тянет в отказ. Никогда в этих упражнениях не доводите себя до отказа, даже если работаете на промежуточные мышечные волокна. Единственное, когда это допустимо, когда отказ у нас не за счет того, что вес тяжелый и вы не можете его больше преодолевать, а за счет того, когда вы тренируете окислительные мышечные волокна, медленные мышечные волокна, когда отказ наступает за счет нестерпимого сжения в мышце, потому что мы долгое время находимся под нагрузкой, от 30 секунд до минуты. И ровно столько, сколько мы находимся под нагрузкой, мы должны отдохнуть между подходами. Серии может быть от 3 до 9. Это все есть в моей закрытой группе, где мы каждую неделю получаем новую программу тренировок. Нас там уже больше 200 человек. Нет ни одного недовольного. Если хочешь, включайся, потому что сейчас уникальная акция, и ты можешь вступить в группу не за 250 долларов, а всего за 150 долларов. В связи с тем, что большой праздник у нас нас на канале перевалило за 100 тысяч. Если хочешь, пиши мне в контакт в личку, я расскажу тебе, как ты можешь это сделать. Время акции ограничено, поэтому поторопись. Друзья, вы видите, что я стараюсь делиться с вами своим опытом. Я не хочу просто давать вам пищу. Я хочу дать вам инструмент. Что это значит? Я хочу, чтобы вы понимали, как и что и для чего мы делаем. Я хочу, чтобы вы вникали во все это, чтобы вы видели, какой перед вами инструктор, какой перед вами тренер, фитнес-выкидыш, который не знает, что такое станок для экстензии и гиперэкстензии и который не знает, что такое римский стул. Недавно мне один дурачок не раз уже стал писать в комментариях под моими видео на YouTube. Ну, смешно просто, друзья, просто смешно, когда человек не понимает, что такое римский стул, когда человек считает, что нет станка для гиперэкстензии. Но о чем говорить с такими людьми? Даже вот просто, ну, хочешь как-то начать общаться, но прекращаешь это делать. Почему? А потому, что не стоит метать бисер перед свиньями, друзья. Запомните это тоже. Вы не сможете донести свои идеи до всех. И не нужно, у меня нет в этом цели. Хорошо, что много дураков, понимаете? Мы с вами на фоне этих дурачков будем смотреться лучше. Хорошая, мотивация. Поэтому, никогда, если вы видите, что человек упертый баран, не пытайтесь ему что-то доказать. Но, я всегда иду навстречу и первый раз, если я вижу, что человек делает что-то неправильно или человек не понимает, я пытаюсь ему донести и рассказать. Потому, что я чувствую за собой ответственность. Знания, понимания навлекают на нас или налагают на нас, правильнее будет сказать, определенный груз ответственности, который мы берем на себя. Особенно, если мы те люди, которые взяли на себя смелость, ответственность, тренировать людей. Именно поэтому я сейчас выпускаю книги и хочу, чтобы они уходили в массы. И вот сейчас выйдет, через месяц, два, выйдет моя первая книга во втором издании, в шикарном переплете, вообще в шикарном издательстве на русском языке. Ее будет приобрести просто и полезно и приятно. И дарить своему тренеру, подарить ее самому себе или человеку, который хочет начать тренироваться, будет лучшим подарком. Тем более, выглядит она будет очень круто. И также она переведена на английский, будет продаваться и в Амазоне, пока в электронном варианте тоже. К сожалению, книга о женском тренинге, она получилась в два раза объемнее, чем первая книга. Она выйдет в печатном варианте, я надеюсь, в этом году, в конце года. А в электронном варианте, все-таки, надеюсь, выпустить ее пораньше. Вы видите, я создавал канал, не думая о том, чтобы зарабатывать деньги, я только думаю о том, чтобы делиться своими накопленными знаниями, в первую очередь, практическими и теоретическими. И я надеюсь, что мы вместе с вами развиваемся. Некоторые упрекают меня, что я беру деньги за то, что тренирую персонально. Друзья, но если я не буду брать за это деньги, я просто тогда не смогу помочь вообще никому. Представляете, сколько подписчиков в Инстаграм, сколько подписчиков в Ютуб. у меня 10 тысяч подписчиков ВКонтакте и где-то 4 тысячи, вернее, 10 тысяч друзей и 4 тысячи подписчиков. Вот все, если будут обращаться, я просто, ну, не разорву я свою задницу, согласитесь. Да и личное время тоже хочется, мне же тоже хочется заняться чем-нибудь приятным, ведь жить нужно в удовольствие, если жить не в удовольствии, она не приносит счастья, то жизнь не имеет никакого смысла абсолютно. Поэтому глупо упрекать кого-то в чем-то, если ты сам таковым не являешься. Все-таки это проделанная работа, но вы знаете и никто не даст соврать мне, что основная и любая в принципе информация есть в абсолютно открытом доступе на моих страницах, моих статей, на сайте, видео, на сайте и на YouTube. И вам приходится платить по сути только за вступление в закрытую группу, потому что это уникальная информация, которой больше нет нигде. Я не боюсь этого слова. Нет нигде больше такой информации. Вы тренируетесь каждую неделю, получая новую тренировку по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечного волокна. Друзья, это работа, это колоссальный опыт 25 лет тренинга. И вы получаете его всего за 250 долларов. Сейчас есть возможность за пару дней купить его по 150. Плюс книги, которые стоят копейки. Но все остальное бесплатно, потому что я в первую очередь это делаю, потому что мне это нравится. Никакой бизнес свой ни один я не начинал ради того, чтобы делать деньги. Наверное, потому я добился определенного успеха и когда жил в России, до того, как меня кинули на все и подставили во всех смертных грехах. И, наверное, поэтому я добиваюсь успеха и здесь, живя в Америке. Потому что я занимаюсь и живу в удовольствии. То, что мне нравится, что требует моя душа. Если мне это нравится, люди это видят, вы это видите, что это все откровенно, что это все не на показ. И я тоже вам очень благодарен, потому что если бы не вы, кто знает, продолжал бы я это делать, вы заставляете меня, не заставляете, вы настраиваете меня на то, чтобы я продолжал делать свою работу, делиться с вами накопленным опытом, получать новые знания. Потому что если бы не вы, я тоже наверняка бы, возможно, остановился где-то на каком-то уровне развития и сам бы себе спокойненько тренировался. Но то, что я беру на себя такую смелость тренировать вас, давать свои советы, рекомендации, накладывает меня развиваться. Развиваться, идти вперед, быть всегда впереди, получать достоверную информацию для того, чтобы быть уверенным в тех советах и рекомендациях, которые я даю вам. Надеюсь, вы это цените, друзья. Лучшая благодарность мне от вас это репост моих статей и видеороликов в своих субститиях. Больше я от вас ничего не прошу. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, если не понравилось, смело ставьте дизлайк. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Делитесь им обязательно в соцсетях. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok